Он увлеченно рассматривает различные экземпляры с подписями, проверяет, нет ли в них технической поделки. Между делом, поясняя нашей съемочной группе, по каким признакам проще всего определить фальсификацию. Длина подписи, ее четкость, нажим, величина букв. Для обычного человека это просто характеристики. Для майора юстиции Сергея Зайцева подчерковеческая экспертиза – приоритетное направление в работе. Говоря проще, это любимый вид исследования лучшего эксперта области. Не каждый сможет прийти в эту профессию, потому что надо обладать, во-первых, любопытством. Почему? Потому что мы устанавливаем истину по делу. Мы проводим экспертизы не только по обращениям граждан, но и большую часть мы делаем для правоохранительных органов экспертиза. Для них очень важно установить истину. Поэтому, не имея какой-то пытливости, чувства каких-то внутренних амбиций, что надо установить эту истину, сюда идти, наверное, бесполезно. Анализируя следы, обнаруженные на месте происшествия, ему несложно составить и портрет. Чего проще, говорит Сергей Александрович, это же простая математика. А еще, конечно, классическое сочетание смекалка плюс изучение справочной литературы. Следователя интересуют определенные вопросы по следу. В частности, кем он наставлен? Если мы говорим за тростологические следы, какой рост человека, какие особенности его? Ну, эти вопросы очень редко встречаются, но вместе с тем ставят. Чтобы следователь мог почерпнуть информацию о личности преступника, если он неизвестен. И вот мы пытаемся ответить на эти вопросы в судебной экспертизе. В подразделении руководителей, вместе с тем эксперт-практик, курирует все криминалистические экспертизы. Дактилоскопические, тростологические, технические экспертизы документов, портретные и другие. Свою должность он сравнивает с профессией врача. Лечащим хирургом, который не просто принимает людей, но и проводит операции. Чтобы быть в теме, понимать, как лечить. Так и здесь у меня, чтобы обогащаться, набирать опыт, мне приходится и делать экспертизы. Это я для себя просто определил. Без практики невозможно. О любопытных случаях из своей практики герой нашего сюжета рассказывает куда охотнее, чем об одержанном триумфе. Говорит, получить такую награду приятно и почетно, но за блеском особого знака он не гнался. Просто выполнял свою работу. А вот коллеги эксперта не скромничают и не скупятся на добрые слова и комплименты в адрес своего начальника и просто хорошего человека. Несмотря на его, скажем так, молодой возраст, он уже успел достичь высоких результатов профессиональной деятельности. Совсем, можно сказать, недавно он работал в должности заместителя начальника Брестского межрайонного отдела, курировал там непосредственно судебно-экспертную деятельность, уже работает в нашем управлении и также достиг высоких результатов. Можно сказать, что его коллеги постоянно обращаются к нему за советом, за рекомендацией, потому что считаю, что действительно он может отдельный совет и помочь ему в решении той или иной ситуации. На каких-то перерывах можно с ним переговорить, расскажет различного рода истории. И эти истории как реклама для нас. То есть мы сразу думаем, так, надо пересмотреть этот фильм или прочитать эту книжку. То есть помимо своего самосовершенствования он дает и нам высокую планку идти двигаться вперед. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.